В лесничество обращаются жители Ворошнево, Клюквы и деревни Духовец с вопросом, что там происходит. Людей смущают метки на деревьях и частые гости из комитета лесного хозяйства. Мы сейчас с вами находимся недалеко от СНТ Фиалка, деревня Духовец. Здесь запланирована у нас сплошная санитарная рубка на площади 9,6 гектара. Мы планируем, что в 2021 году мы уже здесь создадим лесные культуры. Но это будут лиственные лесные культуры, поскольку насаждение наше повреждено корневой губкой. Это грибковое заболевание, выбирает хвойные деревья и убивает их всего за три года. Здесь корневая губка поразила, как выяснилось, больше половины леса. Сосны продержали 60 лет, хотя могли целых 120. В ослабленных стволах селятся насекомые, они гниют и падают на землю. Эти места зарастают осинами, которые считаются менее ценной породой. По планам территорию леса полностью расчистят, а затем высадят красные дубы. Мы планируем подготовить почву уже в 2020 году. То есть осенью вы можете сюда приехать и увидеть, что здесь будут напаханы борозды. А в 2021 году мы с вами создадим лесные культуры. Поучаствуем во Всероссийском дне посадки леса, куда я вас приглашаю. Вы посмотрите, что мы здесь сажаем, как мы сажаем. Примите участие. Сплошную санитарную рубку проведут также в Зорино и Ворошнево. Там очистят по полгектара леса. Все акты лесопатологических обследований у нас, мы выкладываем на сайт, они в течение месяца висят. То есть, по сути, проходят, так сказать, общественные обсуждения. Любой желающий может зайти посмотреть, где проходило то ли иное обследование и какие мероприятия там назначены. Оставить свои комментарии, задать вопросы. Рубку назначают только после исследования и вердикта лесопатолога, который побывал на месте. Например, в Клюкве, в селе Верхнее Гуторова, деревнях Пименного и Косторная Курского района достаточно рубки ухода. Это когда лес прореживают. Таким же способом помогут расти здоровым деревьям и в Октябрьском районе. Наша служба не зря называется лесная охрана. Мы занимаемся контролем, надзором и воспроизводством и охраной лесов. Я думаю, что люди зря так переживают. В любом случае, если у кого-то возникнет вопрос, они всегда могут обратиться в наше лесничество и получить полную консультацию. Анастасия Бабир, Сергей Дорохов, События дня.